Доброе утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро! Да! Да, наконец-то! Наконец-то я вижу вас в хорошем расположении духа, а то каждую субботу, да, доброе утро! А мы хорошо позавтракали. А это заметно. Я съел кашку. Похмели... А, нет, это не другое, да. Хорошо. А я поужинал неплохо и до сих пор штырит. Не будем, собственно, тянуть... Как ориентируются в пространстве лесные рыжие муравьи? Время. А они гадят. Нет! Хорошее начало, Женщина! Это люди так ориентируются, что ты не путай. Они... Это какая-то взаимосвязь между, да, этим прайдом, или как он называется, ну, муравейником. С семьей муравьиной. Ну, они как бы через друг друга, да, и передают информацию? Ну, передают, да, какую информацию? Плюют! Нет. Гадят, плюют. Евгений, что? Тебе надо сказать, какую... С вами страшно заблудиться в лесу, да. Как они... Инфа... Может быть, это ультразвуковые или инфразвуковые волны? Нет, нет, проще. Тепловые лучи. Они не на друг дружку встают, такую выстраивающую длинную цикольчику? Ну, давайте так, навигатор. И сдают запахи. Вот этот. Рубинштейн, да? В отпечатке впереди идущего муравья. Нет, нет. Ай, смешно. Ну, он может не оставлять отпечатки. Ну, уже очень близко, ну, все, уже сказали. Они считают... Считают... Друг друга? Да ну нет, ну как они ориентируются? В уме считают. Ноги! Они считают... Ноги, верста, километры. Шаги! Да! Шаги! Они считают! Шаги! Шаги! С удовольствием! С удовольствием! Они, да. Ну, мне больше понравилось, когда вот они встают в те же самые следы. Это я. Ну, это, к сожалению... Не, ну ты можешь мне представить, что... Нет, мы упустили. Рыжие. Рыжие, хитрые. Они ловят черных муравьев. И говорят, как туда пройти? Быстро скажи. И они им показывают, куда пройти. А ты можешь себе представить, там уже несколько колоний сменилось, они все не могут пойти по другим следам. Не, мы не можем. Дед ходил по этим стопам. Прадед ходил по этим стопам. Каждое движение у муравья на счету. Чтобы это доказать, сибирские ученые поместили в емкость лабиринт, в котором спрятали еду. Муравей-разведчик пробегал по лабиринту, затем возвращался и передавал всю информацию и сородичам. В этот момент ученые меняли лабиринт на идентичный, чтобы по запаху муравьи не могли ориентироваться, а также клали еду в другое место. И вот в такую ситуацию муравьи проходили ровно столько же шагов, сколько им передал разведчик, примерно тем же путем, и, естественно, добычу в итоге не находили. И что они делали с этим? Насмехались над муравьями. Они расстраивались. Они возвращались к тому муравью, который рассказал. Я и говорю, что они с ним делали. Я в смысле... Хорошо, да, подсказка номер два. Вот навело вас на математику, на счет. Нет, здесь в первую же секунду Женя крикнул — «Кот! Кот!» И тут всех, да, догадались А где ты такое видел? Какой кот? На подъезде? На подъезде у Юлии Цезаря такой был Шаги, или как сказал Правильно Александр Пушной Шаги! Все, я сейчас завелся, скажу вам честно Порвете прямо сейчас Со следующего раунда начинается Серьезная борьба, мы готовы Готова команда? Стоит срадится с телезрителем 40 секунд, ни одной подсказки не будет Остальные игроки молчат Собственно, все в ваших руках Все в вашей красивой голове Ну он не очень факт будет, ну давай вопрос задавайте Невозможно Итак, давайте же узнаем вопрос В чем особенность Магдебургского моста через реку Эльбу Открытого в 2003 году Время Он самый низкий, он самый высокий Он самый длинный, он самый широкий Там ездят И это первый мост, на котором И автомобили, и поезда Нет И на нем тоже река в реке есть Что? 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 Как? Там тоже пароход сверху, тоже река Да? Это мост, по которому что? Да, по которому тоже может идти пароход Это правильный ответ! Как? Как я это сделал? Как? Как я это сделал? А главное, зачем? Зачем? Это была очень красивая игра, Евгений Очень эмоциональная, правда Спасибо, я аж сам, я такое удовольствие получил Ты понимаешь, что Евгений За каких-то 10 секунд Назвал все параметры моста Которые можно себе придумать Грузоподъемность, ширина, высота Количество бетона, все Мы однажды ходили в гости И я вот знаю, что такое соотношение Детского интереса и животных То есть там были дети Это самый опасный возраст От 5 до 8 лет Их было много Разные, разнополые дети И вдруг одна из девочек крикнула Я знаю, в доме есть котик! И они все А котик, он спокойно вылизывался Он услышал это И он в мгновение просто исчез из квартиры Дети обрыли И все, они залезали везде Они открывали ящики, шкафы, холодильник Они доставали продукты И потом, где же котик? И ушли И рассказывали хозяева этой квартиры Наши друзья, что говорят Ты не представляешь, где мы ее нашли Вот представляете себе унитаз Да И у него вот это вот колено Да И там есть какой-то микроскопический Там кубический дециметр буквально Где-то между коленом, стенкой и унитазом Да И кошка там вот так сложилась И сидела еще, по-моему, часов 8 И как-то Ждала, что точно нет опасности И потом она как-то вылезла оттуда Это очень смешно Я еще представил, как ее нашли там И она такая Дети ушли? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!